Валентина Беспятова приходит плести маскировочные сети почти каждый день. Женщина охотно откликнулась на просьбу председателя своего ТОСа помочь волонтерам. Хоть чем-то, хоть чем-то помочь. И душа уже просит, и сами мы приходим. Нас никто не уговаривает, нас никто не просит. Площадку подплетения маскировочных сетей предоставила администрация гимназии номер 54 в Октябрьском районе Самары. Сюда приходят и люди преклонного возраста, и молодежь. Некоторые приводят с собой членов семей. Искала, чем могу помочь еще, кроме гуманитарки. Подружка у меня шьет носилки в Южном городе. И я когда видела в соцсетях, уже собралась ехать в Южный город. Но у меня принцип, что все должно быть рядом, все должно быть в пешедоступности, все сады, все школы и так далее. И знаете, ну, наверное, что-то свыше, когда разговаривали с ней по телефону, прямо в этот момент Наглитольна Ирошевского просят. И на следующий день я здесь была со своей кровью, с дочкой, то есть мы уже сразу пришли к команде. Некоторые горожане устанавливают станки дома или на дачах, работают в свободное время. Материал для плетения маскировочных сетей закупают сами, на свои деньги. Откликаются, да, приносят еще гуманитарную помощь, финансированием помогают, потому что ткани закупают. Но я считаю, что вот это движение волонтерское «Покров 63» делает очень большую работу. В сеть волонтеры заворачивают для бойцов подарки. Обычно мы складываем в сети, заворачиваем молитвы, инструкция по применению маскировочной сети, потому что не все ребята знают, какой правильно надеются укрыть. И письма, письма детей, письма взрослых. Меньше чем за год волонтеры сплели более 350 сетей разного размера. Работать с бойцами волонтеры стараются напрямую. Кто-то сам везет маскировочные сети за ленту. Отправляются теми, кто приехал в отпуск или только отправляется в зону СВО. В ответ неравнодушным горожанам прислали фотографии техники, укрытые сетями, сплетенными их руками. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.